Просто спрашивали меня в комментариях, где я проповала. Ну, вот я вам отвечу. Нажимай, гостанчик. Мы не подно узнали, что, оказывается, мы ждем перепятки. Что тебя ждет? Муша очень рад прям. Муш, скажи, как тебе было плохо. Скажи, как ты рад. А то сейчас он уже, конечно, подуспокоился немножко. Ну, и я тоже. Ой, в общем-то, я себя очень плохо чувствовала и была слабая, сильная. Мы пошли, а, тошнило постоянно. Я думала, может быть, и не знаю, что-то съело, потому что тут постоянно все какую-то где-то подцепляют. Как она называется? Ротовирусные, короче, инфекции всякие. У нас, конечно, входило, я думаю, может, в этот раз и к нам добралось. Но потом, думаю, две недели подряд тошнит. Это как-то вообще ненормально. Пошли, сделали, взяли тест, сделали. Показал положительный. Вот. Пошли в консультацию, взял. А, да, сначала тест, в общем-то, был какой-то поломанный. В КСССР надо сотрудничать и просто, короче, сказал, что он поломанный. Вот, все. В пяти-другой. В пяти-другой. Вот. В электронике. Да, мы пошли в магазин, где мы его купили. Нам бесплатно заменили его просто на другой. Вот. Ну, тот уже показал какой-то положительный результат. Вот. И потом мы пошли в женскую консультацию. Меня поставили на учет. Взяли анализы. Ну, и так как у меня проблема очень низкий гемоглобин постоянный и резус-фактор с мужем, то брали развернутый анализ крови, делали. Вот. Ну, показалось, что гемоглобин у меня 120, как бы в норме. А следующий анализ, который уже пришел развернутый, показал, что уровень железа всего лишь 6. Это очень мало. И поэтому, короче, мне плохо было. То есть, это постоянная слабость. И все в этом роде. А вот прописали разные всякие витамины для беременных. И смотрите, как здесь плюсь. Вот там, на этой станции метро. Прописали мне витамины для беременных. И прописали мне препараты железа. Вот. Ну, сейчас вот я пью. Следующий анализ. Через какое-то время сдам. И уже посмотрим. Ну, конечно, чувствую я себя полегче. Прописали мне еще противорвотные. Первое время я их пила. Наверное, две недели где-то. Вот. И потом уже стала чувствовать себя получше. И перестала пить. Потому что я даже кушать не могла ничего. Меня просто тошнило от одного вида еды. Плацово. А сегодня поехали на УСИ. Посмотрели. Сказали, что все в порядке. Я успокоилась. И поэтому вот решила об этом рассказать. Кстати, хочу сказать, что ни за анализы, ни за приемом у Дина Колокова, вот и все там. Вот. Ни за УДИ я ничего не платила. То есть здесь это совершенно бесплатно. То, что касается беременности и родом, абсолютно просто бесплатно. Это бесплатно, чтобы делать то, что надо, то, что назначил доктор. Ну, как-то вот так. Не зашелась и проезд, поэтому продолжим пополствовать.